Друзья, всем привет! В сегодняшнем видеоролике мы с вами посмотрим на такую интересную прошивку, как HyperUI 2. Ведь многие задаются вопросом, что делать с моим смартфоном, когда на нем заканчивается официальная поддержка, какую прошивку на него можно установить, да и вообще, в принципе, как можно свое устройство прокачать. И вот как раз на помощь придет HyperUI 2, которая позволит вам улучшить ваше устройство, попробовать, соответственно, HyperOS 2 и получить новые фишки. Поэтому присаживайтесь поудобнее и мы с вами начинаем. Подопытным у нас будет сегодня Xiaomi 14, но HyperUI также доступна и на другие аппараты. Более подробно вы узнаете по ссылке в описании. Вообще, в принципе, в чем отличие этой прошивки от той же стоковой или же китайской? Во-первых, это то, что тут у нас присутствует полноценнейший перевод. То есть, заходим в дополнительные настройки, выбираем язык и ввод, после чего языки и вуаля, смотрите, все необходимые языки, которые тут только есть у нас присутствуют. И это главное отличие вот по сравнению с той же китайской прошивкой. То есть, дополнительно вам там как-то играться больше не придется. Следующий момент, который также можно отметить в этой прошивке, это наличие тех фишек, которых нет по умолчанию в той же глобальной прошивке. Ну вот, в частности, давайте с вами начнем с такой истории, как связь с Windows. Это так называемая история Link Windows, которая позволяет нам с вами между собой сопрягать ноутбук, там компьютер с помощью этой программулины, ну и, соответственно, это все вместе со смартфоном коммуницировать. В целом, тема удобная, можно управлять там всевозможными контактами, сообщениями, медиа, даже можно транслировать экран на сам компьютер со смартфона. И вот по умолчанию в глобалке такого раздела нет. Хотя на этом был сделан акцент на сайте HyperOS 2 Global. Возможно, это в будущих обновлениях появится, но пока, к сожалению, это так. Следующая тема, которая также присутствует в этой прошивке, это прохождение всех необходимых сертификаций, чтобы у вас работал модуль NFC. Получается, да, когда мы с вами выполняем установку любой кастомной прошивки или локализированной прошивки, нам необходимо с вами выполнять разблокировку загрузчика. И, как вы знаете, то после этих действий мы с вами теряем возможность оплаты с помощью NFC. Но в этой прошивке эта проблема решена, и, соответственно, я вам хочу продемонстрировать именно сам SafetyNet Test, который нам с вами позволяет узнать, что наше устройство действительно не имеет никаких проблем. Ну, немножечко, как обычно, рекламу мы в этом приложении посмотрим. И, вуаля, смотрите, везде у нас сексесс. Это означает, что ничего дополнительно вам устанавливать не придется. И такая же история реализована на других смартфонах, которые поддерживаются в этой прошивке. Следующий момент, который также хотелось бы затронуть, это наличие здесь новой шторки. По сравнению с глобалкой, ну и с китайкой, здесь она выглядит, ну, немножко иначе. Ну и, кстати говоря, данный стиль мне нравится куда более, чем это реализовано на официальных прошивках. Все более так закругленно, более так эстетично выглядит. К сожалению, нельзя перетаскивать между собой вот эти все разделы. Даже если мы с вами нажали на «изменить», увы, мы эти все вот самые глобальные разделы перетащить не сможем. Знаю, существуют там определенные модули для этого всего, но, ну, тут решили мы не применять все это добро, а лишь ограничились только такой новой кастомной шторкой. Все здесь, конечно, будет кликабельно, яркость, громкость, Wi-Fi, Bluetooth. В общем, по этому вопросу все отлично. Если вы также не хотите заморачиваться с такой историей, как рабочий стол и получением новых фишек для этой прошивки, хочу вас обрадовать, что по умолчанию стоит также кастомная версия рабочего стола, в которой есть много разных настроек. Там поиск свайпом вверх, есть у нас, конечно же, разблокировка новых анимаций, панель поиска присутствует. Также, конечно, присутствует новый стиль вида недавних под iOS. Как оно выглядит, выходим с вами в недавние и вуаля, смотрите, как это все дело проявляется. Честно говоря, куда повеселее, чем это, допустим, в том же стоке. И когда-то разработчики обещали, что вот мы добавим третий стиль, там даже опрос они делали в своей официальной сети вейба. Но, увы и ах, почему-то дальше опроса это дело не пошло. Но есть, опять же, определенные надежды, что, возможно, когда-то третий стиль они таки добавят. Также, что еще из примечательного, сама прошивка занимает куда меньше места, чем стоковая. Если стоковые, там могут весить 10-12 гигов, эта же прошивка будет занимать, ну, чуть менее 10 гигов. И это, конечно же, будет приятным бонусом для вашего устройства, ну, дабы как бы-то освободить еще там какие-нибудь дополнительные 2-3 гига внутренней памяти. Если еще бегло по настройкам пробежаться и то, что вот мне реально зашло в этой прошивке, это, конечно же, у нас появление в разделе персонализация кучи обоев, которых нет по умолчанию. Во-первых, начнем с того, что здесь по умолчанию есть динамические AI-обои. И это очень хорошо, потому что на той же глобальной прошивке, увы и ах, этого нет. Конечно, эти динамические AI-обои будут доступны только если вы войдете в аккаунт Xiaomi. Кроме всего этого, наборы обоев у нас выглядят следующим образом. Мы можем загрузить те самые крутые обои, которые есть на Xiaomi 15, и, понятное дело, что если мы не можем с вами Xiaomi 15 приобрести, то почему бы и нет не установить с него какие-нибудь крутые обоины и не улучшить свое устройство. Это все также у нас есть по умолчанию. Ну и плюс еще куча других обоев, которых вы, скорее всего, не встречали в стоковой прошивке. Они вот выглядят так, и также есть еще вариант. Одним словом, выглядит куда лучше, чем это есть у нас там в стоковой прошивке. И можно таким образом улучшить реально свое устройство. Также еще для любителей такой темы, как журнал уведомлений, он по умолчанию тут, конечно же, присутствует. Его можно включить банально с помощью настроек. То есть не нужно качать Activity Launcher, куда-то дополнительно переходить, где-то там что-то искать. То есть все сразу находится у нас с вами в системе, и это очень удобно. Ну и плюс для тех, кто любит кучу там всевозможных настроек для строки состояния, для там других разделов, конечно же, тут присутствует соответствующая настройка. По батарее также у вас может возникнуть вопрос, вообще в принципе, как удержит аккумулятор на этой прошивке. Ну, чуть больше, нежели на стоковой прошивке. Где-то процентов на 10-15, опять же, в зависимости от настроек, которые вы по системе выставляете, и также еще в зависимости от использования. По оптимизации, по быстродействию, ну и в принципе, давайте так, по производительности данная прошивка, конечно же, не уступает китайской глобальной прошивке, потому что, как бы, исходники у них одни. Тут не применено ни одно кастомное ядро, потому как были бы определенные конфликты. Но, в любом случае, как для повседневного использования, конечно, данная прошивка очень хороша. Но у многих также возникают вопросы, как же это все дело поставить, и что для этого необходимо. Кто-то думает, что там нужно пройти много всяких кругов всего, чтобы это все поставить, нужно как-то с бубном сплясать, но по факту нет. И далее я вам расскажу, как это все дело можно провернуть. И теперь у нас с вами настала пора того, как же установить эту прошивку. И вторая часть этого видеоролика будет как раз посвящена этому. Как вы сейчас можете заметить, я специально откатился на стоковую прошивку, для того, чтобы вам все изначально показать, как это должно происходить, а не просто, что я там поставил кастом, и на его примере там условно все эти дела показываю. Значит, первое, с чего мы с вами должны начинать, это с наличия разблокированного загрузчика. Если у вас этого нет, то, увы, вы никак прошивку нынче не поставите. Ну, что там, допустим, ТВРП не поставите, РУД-права не поставите, там через Мифлэш не перепрошьетесь. То есть, разблокировка загрузчика крайне важна. Где же, в принципе, ее найти? Вы нажимаете на версию ОС долго, и после того, как вы тут понажимаете долго и нудно, вам вылезет уведомление о том, что не нужно выставить разработчикам. Далее вы переходите в соответствующий раздел под названием Расширенные настройки, в которых, соответственно, будет раздел для разработчиков, и в нем вы сможете найти статус вашего мионлока. В моем случае он уже разблокирован. Чтобы надолго эту инструкцию, понятное дело, не растягивать, в описании я оставлю актуальный метод по официальной разблокировке. Да, я знаю, что нынче очень сложно получить ту самую разблокировку, но те, кто пробуют, им все-таки удается получить это самое разрешение. Так вот, допустим, у нас с вами уже все есть, разблокированный загрузчик, есть доступ к компьютеру, и далее, что нам необходимо с вами сделать? Следующий наш этап, это, конечно же, подключить смартфон к компьютеру и перезапустить его в режим Fastboot. Для этого мы с вами удерживаем клавишу питания, после того, как у нас вылезает меню перезагрузки, мы свайпаем вниз до перезагрузки, и в этот момент мы с вами нажимаем громкость вниз, и ее удерживаем долго и нудно, пока смартфон не перейдет в режим Fastboot. Это и будет нашим с вами таким режимом на сегодняшний день. Пожалуйста, и после чего мы с вами переходим к действиям на компьютере. Ну а что же нам необходимо выполнять далее? Конечно же, изначально нам необходимо зайти в диспетчер устройств, дабы убедиться, что у нас с вами правильно отображается смартфон. Это можно найти в разделе Android Phone, и если у вас светится как Android Bootloader Interface, это означает, что у вас все прекрасно. Для тех, у кого постоянно возникают всякие там вопросы, ошибки, насчет того, почему тут у меня не светится ничего, или же что делать, если у меня тут, допустим, светится вопросительный знак. Все очень просто. Вы устанавливаете драйвера из описания под этим видео. Далее, как я только что сделал, дважды нажимаете там на ваше устройство, будь оно с вопросительным знаком, или же как-то оно иначе будет отображаться. Выбираете строку драйвер, после чего вот здесь будет обновить драйвер, далее найти драйверы на этом компьютере и выбрать из списка доступных драйверов. И вот дальше вам необходимо, чтобы был Android Bootloader. Как только мы с вами с этим разобрались, и здесь все у нас с вами отлично, переходим далее. Вы, допустим, скачали файл прошивки, и он у нас теперь идет в таком формате. Сейчас мы чуть-чуть поменьше это все дело сделаем. Он идет в таком формате. И его нынче теперь не нужно устанавливать с помощью ТВРП, там, допустим, Orange Fox и прочего. Вам необходимо просто эту прошивку разархивировать. Допустим, мы с вами ее в корень диска C разархивируем, делаем новую папку HyperUI OS 2.1.101.0, и дальше нажимаем ОК, после чего дожидаемся, пока это все дело разархивируется. Отлично, у нас с вами все разархивировалось, теперь идем в то место, куда мы это все дело отправили. Находим соответствующую папку, и тут наблюдаем следующие файлы. Что нам необходимо сделать? У нас получается установка с помощью Fastboot. Если вы впервые делаете установку этой прошивки, вам необходимо будет выбирать раздел, или же такой файл, как Windows Install and Format Data. То есть у вас устанавливается прошивка, и форматируется дата. Если же вы, допустим, хотите обновлять прошивку подряд, ну как от обновления условно, как там у Xiaomi это происходит, вы потом после чего просто будете выбирать раздел Windows Install Update, или Upgrade, и все. Соответственно, при этом использовании файла, у вас очистка даты не будет. Но мы с вами все это делаем с нуля, потому выбираем соответствующий батник. Далее тут смотрим внимательно, то есть мы, конечно же, прописали, чтобы вас предупреждало тут все, что как бы-то вы соглашаетесь на то, что данные будут стерты. Мы с вами нажимаем Y, Enter, и после чего долго и нудно дожидаемся, когда у нас вся эта прошивка произойдет. Субтитры сделал DimaTorzok Ну и что же, установка прошла следующим образом, как вы заметили, без всяких проблем. Не так долго шилась, как я, ну, в принципе, изначально сказал. Тот же Mi Flash шьет гораздо дольше, но это уже, как говорится, совсем другая история. Если у нас с вами все проходит идеально, без всяких там нюансов и прочего, то мы с вами далее после логотипа Mi переходим к вот такому логотипу Xiaomi HyperOS, который будет свидетельствовать о том, что мы с вами действительно перешли на новую HyperOS. И вы только что могли заметить, как выглядит новая анимация загрузки в систему. Что же, дожидаемся, пока тут смартфон адаптируется под все наши с вами изменения, и посмотрим, что же мы в конце концов получили. Долго нам не пришлось с вами ждать HyperUI 2, ну и, соответственно, дальше вы можете проводить все возможные настройки и улучшения под себя. Полная мультиязычность, понятное дело. Вы с этим можете полностью играться, можете там это все добро устанавливать без всяких проблем. Так что не думайте, что скачав там нашу прошивку, вы получите полностью китайский продукт без должной локализации. Надеюсь, что обзором и установкой этой прошивки я смог ответить на многие вопросы, почему именно эта прошивка, как ее, в принципе, нынче устанавливать, и что для этого нужно. Ну а если еще остались какие-то вопросы, смело пишите об этом в комментарии, там мы с вами и пообщаемся. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.